Кар-кар, сегодня мы продолжаем с вами смотреть на самую честную, искреннюю девушку российского ютуба, зовут её Карина Аракелян, люблю, целую, обнимаю, Кариночка, тебя просто обожаю, и твоего нового парня Андрюху Нойлза, самого не кринжового человека в России, в истории человечества, да, детка, предыдущее видео вот здесь, если вы не видели этот кринж. Оказывается, есть у него тоже свой каналчик, который он завёл аккурат к тому моменту, аккурат к канцеляризму, когда он стал парнем Карина Аракелян и тоже решил осваивать ютуб Андрей Нойлз, кто лучше знает друг друга, Карина Аракелян или Андрей Нойлз, напоминаю, знакомы они две недели, встречаются, точнее, две недели и снимают видео, кто лучше знает друг друга, ну что ж, давайте посмотрим, кто лучше знает друг друга. Чёрт, это Андрюша Нойлз, детка, и сегодня мы вместе с Кариной... Я спокоен. И будем решать, кто лучше, кого из нас знает. Я думаю, что это буду я. Я думаю, что это буду я, потому что я всегда побеждаю. Андрей мне очень много всего о себе рассказывал, а я так... Карина, мне ничего не раз... Если я заплачу на протяжении сегодняшнего видео, в один из моментов, пожалуйста, не плачьте тоже. Сказывал, ну чёрт, я всё равно выиграю. Давай на камень, ножницы, бумага, кто первый спрашивает? Давай. Первый камень. Первый камень, первые ножницы. Мы не девушки. Андрюша, ну... Ты не девушка, я согласен, ты не девушка. Но Карина Арекелян девушка, и у тебя всё ещё язык за щекой. А точно ли ты любишь девушек? Девушка. Хорошо, ладно, давайте первый камень, у меня ножницы. Раз, два, три, я выиграл. Я первый задаю вопрос. Ты издеваешься? Ну, ты же сказал первый ножницы, у меня камень, всё, я выиграл. У них битва ноготочков намечается. У Карина, у неё самые длинные ногти в истории человечества, в истории Инстаграма. И Андрей Нойлс. Я поняла, ладно, давай. Это схема. Дурак просто. Первый вопрос, который я хочу задать. Кар-кар-кар. 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 Всего у нас будет... Кар-кар-кар, с вами Данкар. Для тех, кто не понял, кар-кар-кар, это типа Карина. Карина Арекелян. Кар-кар-кар. Местный юморок. Будет по пять вопросов. Пять вопросов от меня и пять вопросов от Карины. Я уже знаю, кто выиграет, ребят. Я тоже знаю, кто выиграет. Пишите в комментариях, как вы думаете, кто победит. Поехали? Поехали. Кого я люблю больше всего на свете и хочу трахнуть? Можно я тоже буду отвечать? Ирина Владимировна, можно я отвечу? Пожалуйста. Андрюша, я знаю ответ на этот вопрос. Ну, серьезно. Я не хочу, чтобы Карина отвечала. Андрюша хочет трахнуть себя. Меня? Себя? Себя или меня? Ну, что-то из двух. А если я не хочу, чтобы Карина отвечала? Я бы сказал даже так. Андрюша не хочет трахнуть Карину Арекелян в принципе. Андрюша в принципе не хочет трахать никого, кроме своего отражения в зеркале. Если дырочку в зеркале сделать, то, ну, член можно порезать все-таки. Андрюха, не советую этим заниматься. Придумайте самый креативный вариант. Кекса Андрюхи Нойлза с самим собой. У кого будет самый креативный вариант, в следующий видос попадет прям вот... И то, и то. И то, и то? Ладно, ты угадала. Один, Оля. Себя и тебя. Ну, сначала себя... Блядь, я не могу. В смысле? Сначала меня? Если бы я был девочкой, я бы хотел себя трахнуть. Это нормальная практика. А я что, некрасивая? Нет, я красивая. Ладно, давай сначала я себя, потом тебя. Дурак, просто. Ладно. Идем к следующему вопросу. Хорошо, следующий вопрос, ребятки. Это второй вопрос. Бэйби. Думаю, ты знаешь на него ответ. Где я жила до переезда в Москву? В Челябинске. Ты рассказывала. Блин. Но это было слишком просто. Это было слишком просто. Это как спросить, какой у меня любимый цвет. Но это да. Сразу и не скажешь, кстати, что Карина Архелян из Челябинска. Из Челябы. Красный. Красный. В любом случае. Потому что это максимально дерзкий, яркий, душераздирающий сексуальный цвет. А все, что черт возьми сексуально. Я люблю бэйби. Да, это... Никогда не задумывалась о том, смогу ли я выколоть себе глаза ручку. Круто. Люблю ли я порядок и убираться? Нет, Андрей, ты ненавидишь порядок. И у тебя везде постоянно срач. Всегда. В принципе, я такой человек... Человек в первую очередь нужно было добавить. Ну что ты такой таксичный, Дима? Дай, дай ему сказать. Человек, я могу открыто сказать, я ненавижу убираться, я ненавижу готовить и я ненавижу все, что связано с рутиной. Я просто не могу жить в рутине. Я не могу сидеть на одном месте. То есть мы сейчас снимаем выпуск. Ну да, да, да. Шила, Шила, которая под попой у тебя сейчас, Андрюха. Я прям вижу, что ты из-за него как-то себя неловко чувствуешь. Карина сидит нормально, как спокойный человек из Челябинска. Челябинск, привет. Я люблю своих зрителей из Челябинска. Выпуск на YouTube и мне тяжело сидеться на одном месте, типа. Для меня будет легче умереть, чем жить в рутине. Это не для меня. Андрюха. Не умирай, пожалуйста. Нам тебя будет так не хватать. Я могу приготовить только если до кого-то. Один раз, может быть, в год. Я-то уже раза два готовил, вообще-то. Повезло просто. Это он выпендривается, ребят. Когда мы были в доме, типа, когда я был еще в G7, то там есть два парня, которые их такие... Андрюха, какой еще дом? Ты сейчас не в доме живешь? В коробке, в картонной? Я их всегда назвал качками. И в первый день, когда мы только заселились, я прям вижу, как Карине интересно слушать эту охренительную историю. Посуда, то есть я приготовил себе максимально вкусные сексуальные пельмешки, и после этого они хотели заставить меня, черт, мыть руками посуду. И что, это разве плохо? Я не стал мыть руками посуду, я сказал, я не посудовую, типа. Нет, в этом нет ничего такого, типа, порядок это круто, но я сам не могу мыть посуду. Я просто ненавижу делать одно действие, типа натирать, натирать, натирать. Даже в сексе... Блять, я испугался сейчас, что лампочка на... в контравом свете у меня взорвалась. Андрюха, это все твои проделки, я знаю. Я не могу делать одно действие. Ну это я поняла уже. Это да. Дальше. Хорошо, ладно, следующий вопрос. Четвертый вопрос. Бэйб. То не буду смотреть. Вот этот вопрос, я думаю, ты знаешь. Романтику какую-нибудь. Нет, романтику я люблю. Я ненавижу смотреть грустные фильмы про собаку. Я всегда говорила об этом, когда собачки, там все дела. Она говорила мне про это. Я просто забыл. А он глухой. Нет, я знал про это, я просто хочу, чтобы ты выиграла и поддаюсь тебе. В чем тогда смысл? В чем смысл? Я так заинтригован был. Мне так важно было, кто выиграет. Я даже ставки сделал. Я в букмекерской компании. Моим хорошим другом. Компания OneXBet. В которой я поставил сегодня на Андрюша Нойлза. Что он выиграет в этой игре. Кстати, у них еще крутые игры появились. Шашки, шахматы, домино и змейка. Специально для тебя и твоих друзей. Ссылочка в закрепленном комментарии. Я просто не знал. Идем дальше, бэйби. Какое мое самое нелюбимое блюдо. Что есть даже сейчас за миллион долларов. Я не стану его пить. Есть за миллион сто. Не, ну свою мочу, я уверен, ты будешь пить. Это же твоя моча. Потому что миллион сто. Спалился, сказал выпьем. А, нет. Молоко. Да, да, ладно. Черт, черт, черт. Мне Андрей не один раз говорил, что он терпеть не может молоко. И в принципе, блин. Я никогда не понимала, как можно не любить молоко. Очень просто, Карина. Он не то, что не любит молоко. Это просто уход за кожей. Кожа Андрея Нойлза должна быть идеальной. Я ненавижу. Оно воняет коровами. Молоко не воняет коровами. Андрей, ты вообще хотя бы раз в жизни нюхал молоко, оно не воняет коровами. Может, ты воняешь коровами? Коровьими лепешками, Андрюха. Может, ты с утра измазываешься коровьим говнецом по утрам, да? Шуточки пошли. Шуточки. Юмор, юморок. Какая у меня любимая песня? Песня? Мне кажется, я знаю, ребят, кто в этом видео проиграет. Ты специально сделала такие вопросы, на которые я не знаю ответов. Я тебе говорила... А какие вопросы должны были быть? Как ты думаешь, какие у нас отношения с отцом, Андрюша? Как ты думаешь, как мой отец относится к тебе? Как к человеку? Как к мужчине? Мы с тобой выходили вчера, слушали песню. Я тебе говорила, что это моя любимая. Если я задушу тебя во время съемки YouTube-видео, у меня будет ли что-то? Это типа... Это напоминает БТСМ. Ага. Говори давай. Я думаю, это что-то такое жесткое тебе нравится. Именно русское, но жесткое. Вот то, что русское, ты угадал. Яникс, например, какой-нибудь. Нет, Яникса я не слушаю. Песня «Вещества от фараона». Да это не реально, типа угадайте то же самое, что у меня. Песня «Вещества от фараона». Вот я сейчас перерыл просто, сижу пять минут, перерыл. Яндекс.Музыку, ВКонтакте, такой песни нету. Либо я что не понимаю, либо Карина Арекелян выдумывает эти песни на ходу. Меня спросите, когда я последний раз писал. Когда я последний раз писал? Или это типа песня «Вещества», там, ну там он поет «Вещества», один раз говорит в своей песне. Два минуты до начала съемок этого видео. Да черт! Карина! Это нельзя так делать. Этот вопрос не считается. Девушки, внимательно! Когда я последний раз писал? За пятнадцать минут до начала съемок этого видео. Да черт! Карина! Это нельзя так делать. Этот вопрос не считается. Девушки внимательнее, чем парни, ребята. Следующий вопрос от меня. Кто меня очень сильно бесит из медиа персонажей, которые известны? Все, кроме тебя и меня. Вообще, я не умею обижаться на людей. То есть, ну не то, что обижаться, просто нет людей, которые меня прям бесили бы. Если бы один парень, Синяк, он подбешивает. Да, Игорь Синяк. Ну просто он хочет меня трахнуть, и я думаю, что если мы с ним встретимся, он меня трахнет в жизни. Я понимаю, что многие люди меня хотят трахнуть. Андрюха, если тебе станет легче, я не хочу тебя трахать. Если мы с тобой когда-нибудь встретимся, не дай бог, где-нибудь, я не буду тебя трахать, Андрюха. Оставлю тебя, Игорю Синяку. Серьезно. Я не хочу трахать Синяка. С другой стороны, я к нему хорошо отношусь, потому что у меня нормальный вкус. То есть, если он хочет меня трахнуть, значит, это пи***а. Типа, потому что я пи***тый. Кстати, после этого ты мне начал даже немножко нравиться. У тебя хороший вкус, бэби. Знал об этом? Знал ли я? Знал ли я? Знал ли я, что это видео так сложно будет снимать? Когда я садился его снимать, я такой, ну чё, посижу, 20 минут посмотрю, там за полчасика смонтирую, и всё, видос готов. Ну вы не представляете, внутренние, просто душевные страдания мои. Когда я смотрю на Андрюшу Нойлза. Следующий вопрос, когда я в последний раз плакала. Легко. Когда я дарил тебе букет. С Мишкой, да, в этот день ты взял. Нет, ты не угадал, я плакала сегодня. Потому что вспомнила, что встречаюсь с тобой, сука. Сегодня? Угу. Из-за чего? Я не знаю, не скажу. Ха-ха-ха-ха. Это была правда. Она серьёзно заплакала, когда подумала, что да, я встречаюсь с ним. Я действительно встречаюсь с этим. Серьёзно? Да. Я ненавижу, когда, типа, девочки плачут. Ладно, потом. Ха-ха-ха. А-а-а. Ненавижу, когда девочки плачут. Чё ты плачешь? Перестань хныкать. Хватит плакать, сказал. Трахни. Трахни меня. Или себя. Или кого-нибудь. Или я пойду трахну себя. Хватит реветь. Ненавижу, когда девочки плачут. Вот когда мальчики плачут, потому что не могут трахнуть себя. Поговорём. Следующий вопрос от меня. Девочки плачут. Какая жизнь мне нравится больше? Спокойная, знаешь, такая семейная, уютная. Или когда драйв, веселье, когда ты не знаешь, что будет завтра, например, прыг... Сейчас просто разрыв шаблона будет. Оказывается. Он прыгнет ещё раз жопой на шило и скажет, что ему нравится семейная жизнь, комфортная. Вот прям в воду гляжу. Ты прыгаешь с парашюта... Второй вариант можешь даже не договаривать. Это 100%. Ты очень взбудораженный и постоянно весёлый и ищешь... Как я не... Господи, как я не догадался. Но это было бы... Но это настолько очевидно, что... Вот просто настолько очевидно, что я думал, что... Ну хотя бы какая-то есть в нём изюминка, какая-то загадка. Ну нет, оказывается, он просто как пять копеек. У тебя в каких-то новых делах постоянно... У вас, наверное, подозрение, а вдруг Андрюша Нойлс это всего лишь образ. Он на камеру себя так ведёт, а в жизни он совершенно другой. Но, судя по всему, нет. Ни хрена, он всегда такой. Я на такой прям... Не можешь сидеть на одном месте. Очень гипер-супер-мега-активный. Поэтому второй вариант. Скажите, пожалуйста, я проигрываю, да, сейчас? Да, ты проигрываешь. Я определённый чёрт проигрываю. Это можно без зрителей сразу догадаться. Не круто! Ладно, на самом деле, типа, я не представляю себя в спокойной жизни. Вот если взять пример моих родителей. Мои родители живут максимально спокойной, уютной жизнью в своём домике, вот. И когда я к ним приезжаю, я чувствую себя... Я всё понял. Когда его родители в его спокойном домике, в их спокойном домике живут, он не хочет быть похожим на своего родителя, на своего отца, например, на своих... На свою мать, да. Он делает максимально... У него прям трудное детство было. Видимо, недолюбливали пацана. Максимально пытается делать всё наоборот. Я не на своём месте. Я просто начинаю представлять, что я бы... Носиться по дому. Да. Я начинаю просыпаться и, блин, думать о том, что я могу поспать до 12 часов. Мне не нужно переживать о чём-то, куда-то торопиться. Пать, кстати, он любит. Но поспать он любит. Но всё равно ложится рано и встаёт тоже рано. Я не могу долго спать. Да. Короче, в моей жизни был такой период, когда я работал два месяца. Это, чёрт, были самые тяжёлые и неприятные периоды. У него синдром Туретта, кстати. Кстати. Возможно, у него синдром Туретта. Чёрт! Чёрт! Ах! Только почему-то он не матерится. При Туретте не матерятся и не выбирает вот эти словечки. А у него вот как-то оно так работает. Это случилось после того, как я бросил учёбу. Я вот так и понял, что это не мой путь и не путь, к которым я хочу идти и в чём я хочу развиваться. Потому что обычная жизнь... Аааа! ...не для меня. Тогда я тебе даже такую фразу сказал, когда я вошёл... Расскажи, расскажи, Андрюша, нам о своей необычайной жизни. Как же нам интересно послушать о твоей, сука, необычайной жизни. Она такая... Она такая интересная, брат! Такую фразу. Либо у тебя, Андрей, получается стать свободным, жить в драйве каждый день, чтобы всё было по-новому и интересно. Тогда ты будешь жить. Если у тебя не получается сделать к чёрту такую жизнь... Тебе просто... Слёз, Андрюха, до слёз, я прям проследился. Всё, нахер эти все реакции ваши, всё. Если я не прыгаю жопой на Шиле 10 раз в секунду, значит, я прожил эту жизнь зря. Андрей Нойлс, 2020. Нужно, тебе нужно путешествовать. Андрюха загнался серьёзно, я не могу, блин. Кто-то его всерьёз воспринимает. Это очень круто. Кроме Карина Арекелян. Наоборот, плюс. Ты всегда себя находишь в каком-то новом деле. Тебе нужно путешествовать обязательно. Я обязательно это сделаю. Но сейчас... Чёрт! Потому что Андрюша Нойлс должен путешествовать. Трахнуть себя и путеше... Трахнуть себя в путешествии. Я прыгнул с парашютом и буду трахать себя. Я уже чувствую себя на порядок счастливым. Я могу работать 24 на 7. Часть моей жизни. Это круто. Это моя жизнь, а не часть жизни. И когда, например, я был в Джастиме, сначала было всё круто. То есть я натворил на самом деле... Карина, господи. Карина, как ты... Как тебе херово будет дальше, если это вот сейчас происходит? Прямо Карина. Беги оттуда. Прямо сейчас. Right now. Карина, беги. Пожалуйста. В эти периоды очень много жести. Я сломал кровать. Я постоянно показывал жопу камере, потому что это весело. Если бы здесь была камера какая-то, я бы тоже показывал... Я знаю, я это знаю. Потому что я люблю показывать пятую точку на камеру. Это круто. Ты на мне нужна. Всё. В принципе, в принципе, уходи нахрен с канала. Теперь твой канал ведёт Андрюша Нойлс, детка. Я бы ёбал перед качками, я называл их сладкими попками, попками. А они приехали, чтобы вы понимали, тоже из Челябинска вроде. Они хотели меня за это убить, и это было весело. И в последний момент, когда я был уже в Джастиме, то есть, стало становиться более... Всё, рутина. То есть, там крутые парни, но рутина меня съедала. И это тоже один из факторов, почему я сейчас ушёл из Джастимы. Я люблю всё новое. И я не могу долго находиться на одном месте. И вот сейчас я в новой... На Карину можно смотреть бесконечно кто-нибудь. Пожалуйста, вызовите меня. Убер Блэк, и я уеду отсюда навсегда. В остановке с девушкой это делает именно меня счастливым. Не могу я долго, чёрт, находиться в чём-то одном. Не мой стиль жизни. Андрюха, ты говоришь, не можешь в одном и том же долго ходить, но ты же одни и те же трусы Кельвин Кляйн носишь всю свою жизнь. На всех фотках в Инстаграме у тебя одни и те же трусы. Какой ноготь сейчас у меня с ломом? Ты серьёзно? Да, я спрятала все ногти, можешь не смотреть даже. Ты смотри! Давай попробую гадать. Давай. У тебя пять пальцев. У тебя точно не сломан большой палец? Большой не сломан. А средний сломан? Нет. А около среднего пальца? Я не скажу. Мы узнали по лёгким математическим вычислениям, что, чёрт, у неё не сломан большой палец и не сломан вот этот палец. Ну ты же видел вчера, он придуривается, ребят. Он знает, какой у меня палец сломан. Даже все подписчики знают уже давным-давно. Я везде даже... Вот этот? Нет. А! Какой? Мизинец у меня сломан Андрей неделю назад. Да, да. Я, конечно, Карина Аракелян не моя девушка. Андрей Нойлс не мой парень. Но неделю назад она сломала ноготь на мизинце. И если бы Андрюша Нойлс реально был её парнем, он бы заметил за неделю, за 7 мать его дней, что она сломала ноготь на мизинце. Но, судя по всему, он замечает только свои накрашенные ноготки. Снимается сердца девочек, когда они видят меня. Нужно подходить к результату, и на самом деле я просто как джентльмен подавал. Результат, Карина Аракелян. Желаю счастливой жизни с Андреем Нойлсом. Господи, это настолько нелепое. Я, блядь... Что? Что это такое? Господи, как оно родилось вообще? Как это вообще кому в голову, Андрюха? Блядь. Валси и специально отвечал на вопросы неправильно, на все. Я знаю твой любимый трек, это Фараон. Фараон, но песня, название, ну-ка. Я забыл. Вещества. Вещества. Да нет такой песни, я только что проверял, нету такой песни. Какие ещё вещества, Карина? Вещества, вот. Чёрт, и в итоге побеждает Карина, Андрюша Нойлса, детка. Как это возможно? Как кто-то мог победить Андрюшу Нойлсу? Стыд. Позор. Просто джентльмен, и специально поддавался. Ага, ребят, он вообще обо мне ничего не знает. Бесишь меня. Ты ничего не знаешь. Чёрт, в общем, это был выпуск о нас, где мы пытались узнать, кто кого лучше знает, и Карина... Собственно, Карина, не парься, не переживай. Ну, не знает он о тебе ничего, он только себя оттрахнуть хочет, потому что на тебя ему глубоко, глубочайше. Чёрт, детка, насрать. На такой позитивной ноте подписывайтесь на канал, ставьте лайк и... Господи, я не могу. Андрюша Нойлс, детка.